Уважаемые друзья, на нашем форуме здесь с нами принимают участие в наших торжествах человек, который был в нужное время, в нужном месте, вместе с Ахмад Хаджи Кадыровым, нашим первым президентом. В свое время был рядом с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, сегодняшним главой Чеченской Республики. Всегда живо принимал участие на наших мероприятиях, радовался, когда нам хорошо, был в печали, когда нам было плохо. Я предоставляю слово заместителю полномочного представителя президента Центрального федерального округа Зязякову Мурату Магомедовичу. Пожалуйста. Дорогой брат Рамзан, уважаемые гости, друзья, сегодня поистине великий день, сегодня не просто какое-то знаковое событие, сегодня день, десятилетие, день, когда Чеченская Республика сказала всему миру, чеченский народ сказал всему миру, что мы хотим жить нормальной человеческой жизнью, не выживать, как это было до этого, а жить. И мы бы никогда с вами не сидели бы в этом зале, мы бы никогда с вами не проезжали бы по красивейшему городу, мы бы не видели бы улыбки детей, мы не увидели бы по-доброму светящиеся глаза наших старейшин, если бы в свое время Ахмад Хаджи Кадыров, герой России, действительно подлинный национальный лидер, в тот период не стал бы во главе народа. Вы знаете, исторические события судятся по тому, что они дали по своему, по сравнению с тем предшественниками. И мы сегодня можем с вами говорить о том, что именно история, именно в истории любого народа, этноса, появляются люди на определенном историческом этапе, которые своей волей, своей мудростью, своей самоотверженностью, своей жерственностью делают так, чтобы кругом было хорошо. Я очень много работал и очень много общался, и мы очень много говорили по ситуации. Действительно, и многое по сегодня, мы не могли понять, что происходит. Мы помним, что накануне уходящее союзное руководство, приходящее российское, доказывали друг другу, кто важнее, кто мастер, кто подмастерье. И разменной монетой решили почему-то сделать определенной силой чеченский народ. Да, была трагедия, да, была кровь, но у них ничего не получилось. И сегодня возвращаюсь к сегодняшнему нашему общению с вами. Мы сегодня вспоминаем Ахмад Хаджи, и кто-то скажет, что, знаете, он был, может быть, такой слишком жесткий. Нет, он был человек, который внешне казался такой очень суровый. Он очень добрый человек был. Поверьте мне, я говорю то, что знаю, и очень ранимый человек. Он был в том, что переживал за свой народ. Вы знаете, можно быть носителем языка, можно говорить прекрасные слова, а он из тех победителей, которые не говорят громкие слова, а делают громкие поступки. И еще раз хочу сказать, что он с огромным уважением к нему относился президент страны Владимир Владимирович Путин. И бывало так, несколько раз у меня бывало так, что мы говорили с президентом страны о руководителе Чеченской Республики, о человеке, который для меня был, я считал, как старшим братом. Потому что в нем была мудрость человеческая, религиозная, светская и таковая бытовая. О нем можно говорить до бесконечности. И вот когда Владимир Владимирович говорил, ты знаешь, это очень надежно, это наш человек. Нам не надо делать так, чтобы за него переживать, что он куда-то. Это человек, который всем своим существом любит чеченский народ. Это человек, великий чеченец, великий кавказец и великий гражданин России. И я хочу пожелать чеченскому народу огромного жизненного счастья. И чтобы во главе был национальный лидер Рамзан Ахмадович. Рамзан Ахмадович, я вам скажу по-простому. Никогда, никогда в жизни орлы стаями не летают. Не обращайте ни на кого внимания и вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ